Сделаем макияж дневной, просто повседневный. Вот у Людмилы, я заметила, она пришла с макияжем. Это здорово, когда вы пользуетесь тенями, потому что некоторые говорят, я не умею пользоваться тенями, я их вообще исключила в своей жизни. Нет, надо стараться быть красивыми, потому что одинаковые тоже мы неинтересные люди. Итак, неустанальный крем. Тональный крем. Так, у Людмилы здесь тоже у нас не белокожая. Мы ее сделаем, тоже фарфор вместе со слоновой костью, смешаем. Но я бы посоветовала, например, джордановский крем антивозрастной. У нас есть секрет молдости называется. Вот я бы вам посоветовала его. А это просто на один день. Вот это я нанесу, просто чтобы джордановский крем здесь нет с собой. Есть, есть. Так, и берем чистый крем. Тонали пользуетесь? Нет? Нет? Так, ну, после сегодняшней лекции, наверное, нет. Попробуйте. Попробуйте. Вы прислушайтесь к своему лицу. Сейчас придете домой, обязательно посмотрите, как она себя ведет. Есть ли испарина, нету там, как она вообще реагирует. Ну, в области пользовалась. А сейчас... Я очень сильно хочу всегда спросить. Вам лень ухаживаться со мной? Не лень. Не придают этого значения просто. Просто из-за отсутствия информации, наверное, я подозреваю. Сразу выравниваю цветом кожи. Пиометные пятнышки уходят. 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 Крылышки носа обязательно. Возьмем лакург-класс. Похлопывающими движениями и к носу. Какой он цвет? Цвет там два цвета. Темный и светлый. Я беру светлый. Темненький он будет больше для смуглых или для лета. Открываем ваза. Смотрим наверх. Он тоже как тональный крем? Да, он тональный крем, но именно для глаз. Потому что у нас здесь очень тонкая кожа. И он полегче текстурой. Поэтому тональный крем желательно наносить. Можно пользоваться каждый день? Да. Им нужно пользоваться каждый день. И получается с какого возраста? Ну, я думаю, что он... Я думаю, что да, 25, вот так 20. Ну, в зависимости от специфики кожи. У кого-то может быть проблема. Это по линии, знаете, по женской линии. Там у мамы, у бабушки. Может быть, это с самого... С самой молодости. Все смотреть надо по состоянию кожи, естественно. Наверх. Это вот у нас. Вот. Убрали недосып. Перед сном. Наверх смотрим. Если вдруг у вас успокоят морщинки, которые вот здесь они могут розыгрыть, да, то вы старайтесь пудры здесь не проходить. Потому что пудра, она может обостреть эти морщинки. Так. Личик совсем другой, правда? Вообще другая диктура кожи. Да. Выспался человек. Такой довольный, счастливый жизнью. Берем пудру. И проходим. Опять ручеек у нас матирует. Глазки пусть у нас впитываются пока. Глубу маскируем. Следующий этап у нас брови. Берем опять наш наборчик. Ну, как без него? Ну, как без него? Я уже разрекомировала. Так. И делаем дневной макияж. Мы делаем вот светлым оттенком. Просто повторяем ей головку брови. Делаем ее поплотнее немножко. И хвостик вот здесь дорисовываем. Он у нас здесь прозрачный. Но это нам не мешает быть красивыми. Вроде бы немножко совсем тронула. А разница есть. Правда? Этим набором еще очень хорошо дорисовывает брови. Бывает такое, что со шрамами. У меня бровь, например, я делаю, когда коррекцию брови, девочка, ну, приходит через одного со шрамами. Ну, то ли бурное детство, то ли бурная молодость, там что-то было, не знаю. Но шрамы есть. И вот этим корректором как раз можно хорошо дорисовать. Даже если вы светлым оттенком взяли всю бровь, да, а вот где пунктирули дырочкой, мы там темным пройдемся аккуратненько, чтобы было незаметно. И все, бровь единая. Так, следующий этап у нас тени. Тени беленькие опять берем. Опять маскируем. Поднимаем взгляд. Смотрите, есть та же вещь, которую я не меняю, да. Три модели и одинаковый у нас набор для бровей, да, и тени под брови. И тональный, кстати. Как ощущения тонального, Людмила, расскажите. Не приятно. Не чувствуется. Так, теперь мы смотрим, в чем Людмила одета. Цвет я имею в виду. И смотрим не на всю одежду, а вот наверх, вот на это. Потому что мы можем быть в зеленой юбочке и в розовой кофточке. Мы нанесем, естественно, лиловую тень, лиловую розовую. Мы смотрим вот сюда. Здесь у нас серебристый с серым. Мы, наверное, воспользуем сейчас этой подсказкой. Сделаем серебро с розом. Вот те тени, которые я наносила Ане, только мы их соединим. Вот здесь вот в купе, дуэтом. Вот. И для начала, естественно, мы подведем немножечко стрелки. Аккуратно возьмем серый карандаш и подведем набросок. Хотя бы сделаем, чтобы я поняла, какая форма лучше всего днем подойдет. По ресничкам. Ведем по ресницам. Если вы делаете макияж дома, не открывайте. Если вы делаете макияж дома, и у вас темная комната, например, или не дневной свет, обязательно после макияжа подойдите к окошку вот так и посмотрите на себя. Может быть, где-то там будет зловещее пятно тонального клея. Оно не размазано. Или еще что-то. Итак, делаем тени основу. Розовый цвет. Сейчас, кстати, очень модно. Розовый с серым. Наверное, замечали? И в одежде очень модно. Затушевываем эту стрелочку. Ничего в этом страшного нет. И делаем как бы чистый лист основы. А, да, кстати, извините, пожалуйста, я подслушиваю тебя. Да, у меня в Одноклассниках девочка спрашивает. Откройте, Людмила, наверх смотрите. В Одноклассниках девочка спрашивает. Катя, у меня зеленые глаза, какие бы мне тени подошли? Но я хочу разбить миф, что глаза здесь не играют никакой роли вообще цвет глаз. Абсолютно. То есть, представьте себе, что у вас, допустим, вот вы голубыми, да, прозоветесь? Ну, у меня не идут другие тени. Я пыталась вот так и делать себе. Надо просто, да, растушевывать. Может быть, смотрите, а почему они не нужны? Я уже настолько признаю. Скорее всего, стерять их уже сложен, да. И люди привыкли вас видеть такое, что вам кажется, что что-то не то, да. Если вы нам живете, то, что было не то. Может быть. А, например, вот бывает такое, что коричневые красят девочки и говорят, что у меня больные глаза болезнью. Добавьте немножко серого. Добавьте свой любимый цвет в те тени, которые вы нанесете попробовать. Пусть будет сначала вы разбавите его как бы другим цветом, да. А потом, может быть, вы его как раз вот абсорбируете. И будут разные зато цвета. Вы будете разные. Сегодня вы коричневая, завтра вы серенькая, послезавтра зелененькая, потом лиловая, серебристая. Посмотрите, сколько вообще палитр, да. Вот. И девочка спрашивает, какие мне нужны тени? Я говорю, цвет глаз у нас не играет никакой роли. То есть здесь мы ориентируемся только под одежду, под верхнюю одежду, девочки. Это прям вообще. И поэтому, если вы оденете зеленую блузочку какую-нибудь малахитовую, да, и зеленые тени или коричневые сделайте, они уже будут смотреться. И даже вот под цвет ваши помады подойдут. Обязательно. Ну, вот у вас сейчас все гармонично. И цвет у вас синий здесь есть. Здесь вот синий-лиловый какой-то такой вот оттенок. Вот. И если будет все в тон, в тон совпадать, то будет изумительно смотреться. Главное растушевать еще правильно так все это сделать. Итак, основу мы сделали. Забелили глазки, да. Стрелочка «Люди» идет, я вижу. Никогда я не делала. А? Никогда я не делала. Ну, вот видите, как. Для тебя нужен визажист. Мы ее обновлять не будем, но я вижу, вам хорошо, кстати. Если хотите, я могу показать вам. Вот с этой стрелкой, вы видите? Интересно. Я вам открою секрет. Мы даже блины по-разному жарим. Если вдруг у нас один замес, один тазик, один полончик и одна сковородочка, мы даже подойдем по-разному сделаем блинчики. Поэтому надо, конечно же, пользоваться, пользоваться случаем и вот ходить на такие мероприятия. Что-то новое открыли в любом случае, правда, про тональный крем, сколько всего. Так, закрываем глаза. И теперь мы повторяем ту стрелочку, которую мы нарисовали. Когда шутоку мы будем повторять тенями, серенькими вот этими. Повторяем ее, поярче рисуем, не стесняемся. И немножечко растушевываем ее наверх. То есть, как в «Смоки Айз», только здесь у нас без яркого цвета. Такой серебристый, стальной оттенок. Как графит в карандаше. Немножко завышаем уголок, который у нас внешний называется. Мы его немножечко приподнимаем. Откроем, наверное, наверх смотрим. И делаем уголок у нас внешний должен быть самый темный. Самый темный в макияже – это внешний уголок. Внутренний – самый светлый. И поддерживайтесь симметрией. Придерживайтесь. Потому что бывает такое, что, конечно, хочется сказать. Но редко, редко бывают такие случаи, когда девочки приходят, а глаза один туда, другую там растушевывают. Бывает такое, конечно. Я даже не знаю, как грамотно это сказать. Ну, наверное, пригласить на мастер-класс. Так, сделали тени-акцент. Смотрите, подвели стрелочку, растушевали немножко. И сейчас мы ее растушуем вот той кисточкой, которой мы тушуем все. Тоже возьмем эти же тени и немножечко придадим еще цвета. Закрываем глаза. Но придавать будем цвет вот здесь, смотрите, чтобы была растушевка. Растушевка пошла. Открыть. Закрываем. Делать это для того, чтобы, когда Людмила откроет глаза, тени были видны. Откройте. Есть такое понятие, как нависшее веко. Вот в этом случае вот нависшее веко. Видите? Многие. И некоторые девочки говорят, ну, я крашу тени, они не видны. Ваша задача сделать тени, чтобы они были вот на изгибе. Вот тут они должны видны быть. То есть, когда она открывает взгляд, чтобы они были немножечко видны. Закрываем. Можно не яркой полоской, а вот остаточными там пигментами растушевать. Открыть. Вот тени видны. Теперь мы делаем первый слой тушим. Нижний краситель, реснички. А если нижний ресницы очень короткий. А если вы привыкли их красить всю жизнь, то лучше красьте. И еще можно взять... А если нет? А если нет, то... Я, например, тоже не пользуюсь нижними. Реснички нежные я не крашу. Кто спросил? Вы? Извините. Извините. Мне просто они не идут. Они у меня длинные вот так вот прям ложатся и все. И там полезно что-то сделать. И длинные, короткие реснички, их можно вырастить с помощью... Вот у нас есть гель такой, джорданский, беленький. Кто вас привел, он подскажет. Для роста ресниц. Мне очень понравилось. Ресницы переменили вообще форму полностью. Хотя я бы не доделала, еще не пользуюсь. То есть я каждый день стараюсь, каждую ночь на ночь. Да, 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 на ночь. Вот, он беленький такой. Вот. И дело в том, что реснички, они стали как-то более одинаково лежат. Вот, понимаете, вот порядочный. А то раньше красишь, а то там дырка, то там дырка. А это они как-то собрались в одно единое. Вот. И нижние я даже не трогала. Мне не нужно абсолютно, мне достаточно верхних. А если вы хотите, конечно же, удлинить, попробуйте. Так, теперь прямо смотрим в одну точку. Моргать можно? Нет, просто если не пользоваться тушью, то тогда как? Немножко подводить это место? Да, 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 да. Тенями. Потому что карандаш, он будет слишком грубый, и глаза будут туда западать, если карандашом вы будете. Лучше, конечно, тени взять. Высоко не затирать. Переходим к румянам. Возьмем румяный, естественно, розового оттенка. Потому что такой серый с розовым у нас. Так. И наносим на скулы. Самый модный. И на челюсти. Самый модный макияж. А, да, кстати. Ну, видимо, надень так хорошо. И, кстати, он короче всех повреднее. Видите? Они, в принципе, все три модные. Так, у нас второй слой туши. Берем тушь 5 в 1. Наверх смотрим. Наверх, наверх. Так. Прямо смотрим в зону. Высоко не затираем. И следующий этап у нас губы. Возьмем оттенок, который натуральный. Я уже показывала. А. Ага. Букву М ставим. Не забываем о ней. И четкую горизонтальную меню. Соединяем уголки. И. Возьмем помаду. Так, одну минуточку. А где мы? Кисточка. Вот, вот нашла. Помаду возьмем, естественно, у нас будет такого нейтрального оттенка. Дикий запад. Сейчас она у нас в спецпредложении. Кстати, помаду очень люблю эту помаду. Купил 13 штук. Почему-то на 13. Рука дрогнула на 13. Открыти. А что с Любикой нельзя? Я же говорила, что если вы пользуетесь кисточкой, ваша помада живет любима на 2 месяца дольше. Как же и тональный крем с кисточкой со спонжем? Тогда 13 помад как 26. Да. А плюс ко всему, если еще потом она заканчивается, только в кисти можно что-то пользоваться. Очень красивый оттенок, такой холодно-розово. Как она называется? Дикий запад. Она сейчас со скидкой, но она буквально будет еще там недельку, и то, наверное, мне кажется, ее уже нет насквозь. Не знаю точно. Она популярна очень. Ее сняли с производства. Она была такая сезонная. Сняли с производства. Вот подразнили вот так вот и сняли. Итак, нижние реснички мы красим в третий слой. Наверх смотрите. Та тушь, которая самая черная. На верхней тоже три слоя. Да. Конечно. И верхний, и нижний. Та тушь, и сняли. Красивая, красивая, отличная. Даже так видно. Смотрите, я накрасила здесь тушу Максима, а здесь не красила. Видите разницу? Это последний слой. Последний слой мы цвет кладем. Прямо смотрим. Первый слой как бы раскладывает реснички по местам. Второй дает объем. А третий заключающий, он еще и дополнительно расчесывает. Будет искать, стучит. Так, все, мы готовы. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok